В России упал спрос на новые автомобили. Продажи легковых и легких коммерческих авто в среднем по стране снизились на 8%. Схожая ситуация и в Красноярске, причем местные дилеры прогнозировали ее еще в прошлом году. Факт снижения продаж иномарок не отрицают практически все красноярские дилеры. Если в январе-феврале отмечался их рост, то в марте-апреле продажи просели. У одних на 5, у других на 10, у третьих на 12-15%. Причем спрос падал в основном на весь модельный ряд авто 2012 года. Меньше стали брать и модели 2013-го. В результате у продавцов несколько снизились и доходы. И хлорка с хлорком пойдет, если на халяву. То ситуация, она прогнозируема. Многие красноярцы приобрели автомобиль еще в конце прошлого года, когда в салонах устраивали распродажи. В результате у большинства дилеров реализация авто выросла в декабре до рекордных за несколько лет показателей. Однако до планов ряд дилеров все-таки не дотянул. Был большой спрос. В прошлом году все думали, что он будет расти дальше. Дилеры привозили машины с прогнозом того, что они будут продаваться лучше. Сейчас падение рынка произошло и машины остались непроданными. То есть всякими различными акциями, я думаю, они каким-либо способом продадутся. Эксперты уверены, что сегодня еще одной причиной снижения спроса на авто стала нынешняя ситуация в экономике. Люди в этом году реже совершают дорогие покупки. Снижение покупательской способности я в первую очередь связываю с усложнением экономической ситуации в стране в общем, а также с ужесточением условий по кредитованию у банков. Соответственно, людям сложнее получить средства на приобретение. Отсюда мы видим снижение роста продаж новых автомобилей. Впрочем, в большинстве автосалонов от скидок сегодня отказываться не намерены. Напротив, чтобы сохранить продажи на уровне запланированных, там разрабатывают специальные предложения. Кто-то выбирает скидку больше и предпочет автомобиль прошлого года. Кто-то имеет субъективное мнение и хочет только автомобиль этого года, но при этом он тоже имеет определенные выгоды сегодня. И практически на все автомобили мы имеем специальные предложения. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с начала года в России было продано 862 300 автомобилей. Это на 20 тысяч машин меньше, чем россияне купили годом ранее, за период с января по апрель. Из наиболее известных брендов больше всего в апреле упали продажи Volvo, Mazda, Nissan и Ford. Если у вас есть свои новости, которые могут послужить темами для наших следующих сюжетов, звоните мне по телефону 292 5504 или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Михаил Ткачук. Афонтово. Новости.